Мне что-то на сердце пришло на днях. Бывать в поселке Карповка, где жили наши дедушка с бабушкой. Где в школе мы учились, 5-й, 6-й, 7-й класс. Братья учились, сестра там, я учился только 5-й, 6-й класс. Вот 62 года там не было. Вот как я. И вот сейчас решили, выехали, только вот с Потеряевки выехали, едем. Еще вот сейчас первый мостик будет, называется. Потом второй мостик. Раньше, когда была старая деревня, это не было, это насыпи, дороги не было, была ровная просто. А это где-то в 60-х годах это сделали, в 60-х годах это сделали вот эту. Трассу навалили. Тогда был деревянный мост. И трактора ходили даже по деревянному мосту. Вот. А потом мы решили, там вот бухгольцы заложили, когда эту дорогу сделали. Так вот эти вот столбы из-под моста еще сейчас стоят. Это им уже, так сказать, это лет, наверное, 90, это точно. И они по сей день стоят на столбы. Это бывший был здесь деревянный мост. А сейчас мы сделали... Птички, смотрите, какие. Это кулики. Кулики. Это молодняк уже, видишь, молодняк подростный. Я с рынка приходил, так... Они как засуетились, подняли крик такой, стая целая их прям на этом. Тревогу подняли. Вот пока не было дождя, вода здесь уже не шла, не текла. Уже здесь была зеленая вода стояла, где поезжаем. А сегодня, смотрите, идет очень хорошо дождь. Дождь прошел где? Вода поднимается сразу. Небольшой, кажется, дождь была. Поднялось. А где-то родники там бьют. Ну и вот сейчас будет второй мост. Здесь плотина. В прошлом году здесь брат Игнатий Тихонович делал эту плотину. Вот, братья, здесь воды намного больше стало. Здесь как-то в первые годы, в 90-х годах крещение проводили мы. Кажется, намного было крещение приезжать. У нас когда было человек 40-50 на крещение, мы три даже батюшки крестили. Как-то здесь был. Отец Михаил Курочкин, отец Навул из Грузии был. И я. Да, тут большой еще по этим. Это подняли, они видишь, они подняли. Вот это где-то, вот это островок здесь было. Еще тогда все. А его взяли, сейчас все затопилось даже. Видишь, как. Сколько брат это много воды здесь забрал. Хорошо, больше карасей будет, да? Вот карасей надо будет где-то запустить. А вот это где деревья, вот сейчас будем. Здесь была бригада колхоза «Новая заря». У нас деревня была, называлась Потеряевка деревня, а колхоз «Новая заря» было. И вот здесь бригада была. Там склады были, зерно хранилось, как назывались, амбары. И зимой всегда там сторож был. Одну зиму, когда осторожил наш отец. И у него было две собаки с собой. Марс, большой такой, кобель рыжий. Он сильный. Такой Игнатий с Самуилом, старшие братья, делали санки там, ему упряжку. И мы садимся, человек отбадает, и он врет нас. Катались он катался. Сильный такой был. Вот однажды отец, говорит, он залаял, он их держал с собой там, отец. Я выпустил, говорит, их на улицу. И нет, и нет, и нет. Потом какое-то время он приходит, говорит, под рады там в крови, в марш. А жучка, она небольшая была, жучки нет. А утром, когда пошел, увидел, видать, волки подошли. Там волки были. Они или волки. Безобразничали. Тель отрезали там, вес где зарежут. Вообще, да как жучки, говорит, только там, говорит, лапка, там где-то хвостик нашел полностью. А он с ними дрался, Марс. И остался жив. Израдик тоже жив. Ну, вот так вот. Мы когда в детстве-то ездили, немножко не по этой дороге, а прямо там, как урывок, и там прямо, прямо тоже ездили. Через урывок и не по трассе. По трассе не ездили, да. Прямо с урывок и напрямую на шарщину ездили мы. Найдешь или нет, там нет дом, спрашивал как-то дедушке. Ну, я не знаю, дом-то целый. Потому что дедушка-то жил в землянке всегда. А последний год уже, когда ему умереть-то это, то построили дом деревянный, из бревен дом на два хозяина. И поселили, кто в землянке жили. Он жил и в Саврулен. Ну, и вот и дали на двоих, значит, этот дом один. Ну, а дедушка, когда умер, бабушку уже мы перевезли в Потеряевку, и все. А землянка была у дедушки, сделана из земли. Долщина стен была около метра. Крыша была камышом крытая, никогда не бежала. Просто камышом. Камышом вот так, она на два ската была. Она холодная была или нет? Кто? Крыша, да. Ну, я не знаю, какая холодная там. Чердака-то такого, как сильного-то не было. Ну, в смысле, может, там солома какая-то еще нет там под низом? Или как? Нет, земля, земля просто, и все было наверху. На потолке земля. А потом это уже стропила, как сделаны. Делали такие камыша, как маты такие, населали. Там толщина была примерно так вот, сантиметром 30-40 камыша. А когда не бежала? А как землянка, получается, что она прямо, в смысле, на улице, вместе с домами? Или где-то там отдельно стояла? Как? Ну, улица была. Почему улица была? Там где дома были? А это... Дальше есть. Кто? Как мог построить? А-а-а. Потому что дедушку, когда с потеряем, в 30-м году-то их ликвидировали, сказали, видишь, когда стали колхозы. Они боялись в колхоз заходить, думали, что это грех. В колхоз грех заходить. Ну и все. И у них отобрали все, что было. Корову забрали. У матери было там уже, как сказать, свадебно, венчально приготовлено. Все это, вышивки, все забрали. Чугунки были с кашей в печке. И чугунки с кашей забрали. Это такая хорошая власть, да, была? Да, я дедушка собрал на тележку, двухколеса, ручная тележка. Он сложил все с карп, что еще можно было пособирать. И ушел на карпу. 35 километров он потеряет. А там был совхоз. Считали, что совхоз, это не так грешно. А в чем разница колхоз-совхоз? В колхозе работали бесплатно за палочки. А в совхозе платили. Да. Было, значит, что там платили. Вот так вот. В колхоз коллективное хозяйство. А совхоз это как государственное предприятие. Уже понимаешь, в чем дело. Вот и все. И так дедушка там выросла. У него три сына было тогда. Вот. Ну и... Сыновья-то небольшие были еще, наверное, где-то там с 20-го года, с 21-го года. Когда уходили лет по 10, выросли они ребята. Когда началась война, их всех, конечно, война призвала. Всех они. Последний уходил, ему было 17 лет. Наверное, где-то в 42-м году. Как их звали? Макар, Филарет, Эммануил. Эммануил, по-моему, был старше, потом Филарет, а Макар, по-моему, был младше. Красивые имена. Да. Ну и вот один только, на одного пришла похоронка, а двое без вести пропавшие. Один в госпитале умер. Где-то не знаю, где-то неизвестно. Вот и все. И километров тянется полоса сосновой. Там много есть и березы, и осины. Больше сосна. Вот. 8 километров шириной. Как будто бы сеялка какая-то. Прошла такая большая и посеялась. Это называется Кулутинский город. Произвлекает здесь река Кулута. Сейчас она совсем мелкая. А когда мы тогда ездили, в 50-х годах, то там купались всегда в ней. Воком, много воды были. Там была водяная лестница, лельница стояла на ней еще. А сейчас нет, там ручеек уже стало из реки. Вот так вот. Кстати, он занесен там куда-то в это, как наследие какой-то этот лист. Казахстан вывозит, там выпиливает и корщует еще там. Никто там за этим, если нет. Нет, да. Бор. Грибов много за грибами ходили. Мы всегда с бабушкой, когда учились там. Рано выходили из них. Где-то 5-5 пятого утром в воскресенье. До Бора 5 километров от них. Ого, у него долго. Вот мы приходили, набирали. Грибов раз наберем, вытащим. Мы корзины с края вывалим. Канаву место уже у нас было второй раз. На Кобеду дедушка приезжал на корове. На корове у него была. На крови телега сделана. И вот на корове приезжал. Такой скорб был у него из прути плетеный. Все его грибы загружаем туда. Дрова возили мы с дедушкой. Тоже на корове в лицо наберем. Там сучняк, что-то. Бенди какие-то. Сучки. На корову погрузим. И корову, и все. Я молодой, что я, берет и убегу. Она на шагу, понятно, нет. Поднихоньку головой поматывает. Приходим домой. Бабушка и доит ее три раза доила. Было большое у нее. В детстве это был районный центр. У нас здесь все было здесь. Раисполком, Райком, Райсобес, Раяно. Все были организации. И вот был хороший там большой универмаг. Когда проезжали, мы едем на карту. Обязательно здесь останавливались. И заходили в магазин. А с отцом, когда едем зимой, он всегда подъезжал в чайной. В чайной была. Лошадь там немножко покормить. Заходили в чайную. Он меня брал, чтобы поесться в чай. А с тебе там стаканчик вина. Выпьем. Когда едем, мы потеряем пинокарму. Ну и как-то доезжали. Другой раз заезжаем в хор, уже темняется. То есть из дома выезжали, когда пост. А мне страшно так. А отец, что он выпил, он поет, что-то. Добивает там все. А я туда, думаю, вот какой тядька смелый. Посмотрите. А вот, ну, на лошадь. Далеко слыхать, как это. О, лошадь, как фырник. Вот, и вот. А я сейчас. Мы говорили, что рыси нападают в молок. А если молок сейчас мыслишь, что еще же нет. Вот она, река Кулунда. Она сейчас совсем. А мы тогда купались и прям прыгали вниз головой. А сейчас ручей какой-то, видишь, лужа. Где-то там вот в той стороне подальше была водяная мельница. Или вон там, вон, наверное, что-то там. Вот здесь была водяная мельница. Водой, значит, куртили там эти. Получается, все туда текет. Ну да. И мы раз ехали, как-то стали купаться. А Павел был небольшой, не знаю, и он что-то так текнулся и тонулся. Ну, я-то, блин, постарше. Я как-то это его там выхватил и, короче, спас его. КОНЕЦ КОНЕЦ А там по ту сторону школа была 7 лет. КОНЕЦ 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 Узнал я у жителей здесь. В отказ на улице? У меня Галина. КОНЕЦ Узнал точно. Здесь вот жил дедушка. Ну вот осталось и здесь. КОНЕЦ 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 Дорога была. В Толгох это курсочек такой. С дедушкой ходили рыбачить. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот здесь это было. Место, говорит. В Библии пишет. И место, говорит. Не узнает его. Пойдет человек и место. Вот пришел я. А что место где он? Не знаю. А мы здесь в школе учили всех. Считай мы братья. Братья, сестры, как мы. У нас семья большая. Ну а здесь у детей. Матери от матери стоит. Да, нет. Не помню. Там у нас есть сайт. Ну там что у вас помоложе найдете. Угу. А Евангелия нет у вас? Угу. 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 Уголиные церкви. Угу. 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 Видите, не в этот перекресток, а в следующий. Здесь вот пекарня, здесь белая будет здание. И вот так вот. И потом опять направо в районе. Да, и направо. И тоже будет проулочек. И самый последний дом. Он у него круглый, он на одного хозяина. С кирпича сложенный. Вот там, где зайдем. На кирпичи там тоже перекресток проулок. И вот так на этот. Кирпичок дорога пошла, и там кирпичи. Ладно, до свидания. До свидания. Где вы жили, оно... Там долгие построили. Да, там тесто все убрали. Я говорю, ветпункт где, да? А Игнат-то где? Ну, в Парнауле сейчас. Летом-то приезжает, потеряет. Чувакам, говорят, здоровья. Ну, ничего, пока. Конечно, уже все пока. Так, бодрится. Вы с ним ровесники? Да. Ну, 81? Ну, вот ему 10 июня будет 81. Ну, мне, в октябре. В октябре. Заходите чуть-чуть. Немножко помоложе. Да, мы что, мы хотели узнать, знаешь, что я как? А тетка Татьяна где похоронена? Тут, на Парнике. А ты не знаешь, что они, как-то это, дедушкина могила, они рядом там, ничего? Не знаешь, что это? Не знаю, дедушкин даже. Сейчас уж там и креста нет, и ничего, и никто не следил. Нет, я не знаю. И... Сейчас стоишь, ставят памятники бетонные, они гниют. Я помню, когда хоронили, то стоял там столб с укосом, такой электрический, с укосом столб стоял, недалеко, там от лагины. Вот я помню, это был в 57-м году. У-у-у! В 57-м году. Подгнили, если бы сравнялось уже. Дедушка потом в 57-м году. А тетка Татьяна, когда в каком году, наверное? В 96-м, в 91-м году. Так вот. Вот тут вот сидела на стуле. Ух, только! Сейчас становится, наверное, не мучилась, не егала, не... У них сейчас столько поколений было, мы-то выросли еще, ну и того-то ничего, а я-то выросли, столько претерпели всего. Взясно, сколько им Бог дал еще здоровья. Досталось этому поколению. Нам досталось, потому что детство было вон какое. Ну, заходите, что вы? Ну, там мы, не вот так. Заходите, приехали, там еще сестра Валентина. Зашли на кладбище, вот, а что, где найдешь сейчас? Прошло-то сколько, считай. В 57-м году дедушку хоронили. Откройте. Там 43 года, да здесь 20. 53 года прошло с тех пор. Ну, посмотрим там, поймем. Там было Карпова. Вот там. Вот Карпова. Ничего не найдешь, нет. Ну, так, по дереву, по морю. Он и говорит, сейчас, где снизу, где снизу попадали, а оно, вот, я говорю, ничего не ставишь. Ну, у дедушки не было никакой фотографии какой-то. Там крест кое-как поставили. 60 лет назад качается на деревне, наверное. 63 года. Ну, что, вот она какая-то бабушка тоже старенькая вела. Вот это. О, хрюкут. Ах, нет. Ах, нет. Помимо нас, море, снижение, 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 снижение. Помимо нас, все. И еще, молим, все, пока иду, кустов, 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 кустов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, возвращаемся из поездки. Подъезжаем к нашей деревне. Вот справа пруд. Называется он пруд Камагориха. Камагора вы жили на берегу? Так и он по сей день называется. Налево, чуть подальше, там Рыжковский пруд. Рыжковые там жили. Их раскулачили. Их раскулачили в 30-м году. Вот она приезжала, Евдокия Титовна. Вот была здесь. Она все ходила. Там вот здесь, говорит, стоял дом. Там сарай. Здесь конюшни для рабочих лошадей. Там конюшни для выездных лошадей. Вот, там бары, где стояли. Все на место. По сей день. Это 30-70, 90 лет. Как их нету. А все так называется. Рыжковский пруд. Вот сейчас сворачиваем на Потеряйку. Прямо вот здесь у нас школа была в деревне. Здесь вот. До 4 класса школа была. Хорошая деревянная школа была. Вот, видать, дождик прошел у нас. Немножко подмочило. Смотри, как окарка у нас здесь. Заезжаем. Как коридор какой. Нигде, наверное, нет такой больше красоты на земле. Он, ну, глянь, у нас пруд направо весь ряской, затянутый. И вообще берут там цыплят, гусят, моросят кормят. Ну, потеряем там. Ну, потеряем. Курить у нас нельзя. На деревне. Но. Знаешь, вот. Нет, здесь. Направо живет староста деревни. Барабах. Налево батюшка живет. Вот. Наоборот. Направо, да. Да. Ну, вот и все. Слава Богу. Приехали. Приехали. Спасибо. Живы, здоровы. 94 км. 100 километров. Да. 100 километров. А сколько у тебя за километр берется эта резина? Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok